Да да, 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 да. Крикатил здесь... Кушать я хочу. Есть охота. Че-то вот... Че-то... Че-то... Хехехе... Пустя жаль. По капусте... Че-а? На огородной. Че гореть не пряно будет? Мммм... А, ну-ка, конечно, не знаю. А, ну-ка, конечно... А, ну-ка, да... Да, ну-ка, да, да... Чак-то, что-то, что-то нормально. А, ну-ка... А, ну-ка, что-то... А-а-а-а... Ну-ка, ну-ка... А-а-а, смешно! А-а-а... Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Так нет, нормально... Ха-ха, ну-ка, ну-ка... А-а-а-а... А-а-а, ну-ка, 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 ну-ка... Наоборот, да, включи по-настоящему Порющие штучки какие-нибудь, чтобы приготовить все это есть Чем еще не выбрать или нет Ну, нет, не надо А, да, вот это да Опять где-то так, быстро, опять в образ Да Ну, а что вы предлагаете? У меня нету зубов, чтобы есть сейчас все это так вот Крышица начинает Да, ну, как бы, да, мы четко говорим, что все сырьем с собой Протезы, зачем мне это? Ну, я же тебе говорю, что, да, не переживайте Не переживайте, все хорошо Саша у меня есть, я тогда сдавлю эту штучку Опа Че, болеете, что ли? Видите? Асока, да, асока, да Асока, да Да Ну, есть что-то делать Ну, ну, да 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 Ну, а себя он тогда Ну, он даже отлично Дело во вкуса Ну, как муж Ну, он о себе так и думает, да О себе так и думает, да Да, да, да О себе так думает, да Ух ты, финал Да, да Да, да Да, да Да больно, наверное, припевать Ух ты, финал У нас при себе У нас при себе Самое большие мутералы Для себя, что ли, так Я уже устал звать вас на вебинар Неужели вы готовы Всю жизнь Порхать На скучной работе За 30 тысяч рублей И надеяться Что дотянете до пенсии Если вас устраивает Ваша жизнь Окей Пропускайте это видео Или Приходите на мой вебинар Как запустить свой бизнес на прав... Привет всем друзьям Добро пожаловать уже на пятую часть Прохождения модификации Время перемен 3.0 Кстати, если смотришь не с первой серии То тебя укусит паучок Ссылка на плейлист будет в закрепленном комментарии В этом же видео мы реально увидим Огромного псевдогиганта Я таких сталкерей раньше не видел И зачем его добавили Не имею представления Кстати, шутки и про Синтол все еще актуальны? Предлагаю вам придумать ему имя Ну все, начинаем Приятного просмотра Я сейчас следовал в темную долину Для выполнения квеста и наткнулся На нечто я такого никогда еще не видел Это... Это огромный, мать его, псевдогигант Он буквально в раз десять больше обычного Знаете, я видел маленького псевдогиганта В одной из модификаций также Это, короче, жесть Вы посмотрите на это Огромная курочка Ходит тут Вы только представьте, сколько там мяса Дело в том, что я не могу к нему подобраться Потому что рядом очень много мутантов И они мне этого делать не дают, разумеется Я только подхожу, они на меня нападают Кусают, грызут Я, конечно, попробую сейчас к нему Я не знаю, как это назвать Огромная просто дура Пулыга Как угодно Можно шляпа усатая Но он реально огромный Посмотрите, он просто с половину дерева Ну, конечно, с половиной от первого речи Но, баааа И у меня вопрос, почему он не нападает Это вот очень, как бы, важно Серьезно Господи, взгляни, взгляни Как он трясется Бааа, чего он не нападает-то? Вау 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 Господи, господи Я не могу бежать Ему плохо, смотри Опять всё, влажное Опять всё Гниёт опять Вообще просто Да ладно, я его убил Причём потратил буквально Ну, это ясно, на самом деле Не, хе-хе-хе-хе-хе Ты-то паскуда большая Нет Ну, реально Инна, я не знаю, как это назвать Огромная просто дура Пулыга Как угодно, можно шляпа усатая Но он реально огромный Вы посмотрите Он просто с половиной дерева Ну, конечно, с половиной от первого речи Но, баааа И у меня вопрос, почему он не нападает Это вот очень, как бы, важно Серьёзно Господи, взгляни, взгляни Как он трясётся Бааа, чего он не нападает-то? Беси, наверное Вау Вау Господи, господи Я не могу бежать Ему плохо, смотри, он танцует Да ладно, я его убил Причём потратил буквально два магазина Может даже меньше Ихи-хи-хи-хи-хи Тут это паскуда большая Обыскать труп Чего у него есть? У него ничего нет, господи Алло Нихрена себе рука Представьте, он меня мог легко взять Я в шоке Ладно, погнали отсюда Я его убил Не знаю, зачем это Как такое достижение Знаете, я потом буду выпендриваться Перед кем-нибудь, что я убивал Огромнейшего психиатра Ахереть Просто ахереть Ладно Пойдём Вот я и перешёл наконец на Тёмную долину Вы не представляете, какой дурачок Потому что я делал огромный крюк от бара, получается, я прошел вот так, вот так, и вышел тут. Почему? Да чтобы тут не приходить, хотя это заняло бы, наверное, раза в два меньше времени, потому что тут у меня отнимают все деньги, а мне очень жалко отдавать свои 260, честно, заработанные тысячу рублей. И нам сейчас надо с вами пройти сюда, тут как бы уже есть военные, но нам надо с вами, видимо, убить военную, чтобы удалить, собирается военный рейд. По просьбе бармена нужно прикрыть смеченного, в случае, если он любит здесь лабораторию, и затем отправится. Да, он своей жизнью просто, да, то есть, не знаю, понимает, материально смекает, понимает. Даже у женщин так, к сожалению, поэтому непостоянный выбор такой-то в жизни, да, понимает. Ну, надо, так нет, уж нормально, потому что, нормально, просто ж ты не делай. Ну, нет, значит, нет, что теперь, да. Ну, бат, вот это, конечно, очень круто, потому что опять такой круг я делать не собираюсь, я, скорее всего, просто уйду и просру все эти 260 тысяч денег, ну, потому что я понял, а зачем? Я сейчас трачу ту его кучу времени, у меня уже так-то обед по моему местному времени, а я вот какие-то глупости делаю, 260 тысяч, я же их все равно никуда не потрачу, да, может, скоро кончится там, допустим. И эти деньги у меня просто останутся у моего NPC. Зачем? Поэтому мы с тобой просто на это нагадим, на все принципы, на всю важность денег в сталкере, я их вообще, если честно, особо не трачу, и перейдем. А вот опять тут машина, на каждой локации есть машина, даже в темной влаче не была, я покатался немного. И мы с вами подходим в нужное место, но еще раз скажу, военные для меня друзья, поэтому я не знаю, каким образом я их буду убивать и буду ли убивать, потому что, ну, как бы, вернее, это может плохо кончится, да, понимаете, да? Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это правда. Ну, я полагаю, нам нужно им нападать в тикточки, сейчас военных убивать не нужно, и тут действительно есть Меченый, what the fuck, я его наконец-то встретил. И что с ним сделать-то, алло, Меченый? А-а-а, вы же не хотите сказать, что я сломал сюжет? Так, ну да, он загрелся, и я его сейчас должен буду прикрыть. Понятно, давай попробуем. Блин, реально придется убивать военных. С другой стороны, я посмотрю, не бессмертный ли он, если бессмертный, то пусть убивает сам. Куда вы стреляете, пацаны? Ну, по мне они точно не будут стрелять. И что это такое? Они перезаряжаются, и из них выпадают патроны, когда они это делают? Что? Причем целая пачка патронов. Почему-то они стреляют в бочку куда-то в ту сторону, а наш стрелок, яма, они просто патроны, слышат, что ферма производила патроны. Я не понимаю, почему так происходит. А, все, теперь не падает. Две пачки только упало с каждого, да? Кек. Еще упало. Ору. Смотри, сейчас перезарядится, и с него пачка у патрона упадет. А-ха-ха. Я не знаю, старец, какой у меня уже патрон. Блин, странно. А ты что, дурак? Ты стреляй, ты будешь, давай уходи. Я не хочу портить отношения с военными вообще никакую. Так, мы одного уже убили. Понятно, вояки, вояки просто забагались, они будут устоять стрелять куда-то там, в стенку. Стреляй, Алеша. Короче, с ним все понятно, ребят. Придется не убивать военных. Да. Здание выполнено, только из Меченого, из первого квеста, поговорить с барменом, в смысле, а с Меченым я говорить не должен. Что за бред? О, он тоже, кстати, перезаряжался. Эй, ты куда, мэн? Подожди. Опа, опа, да, смотри. Здравствуй, сталкер, тогда пока. Что за бред? Почему не могу с ним поговорить? Зачем я его вообще искал-то тогда? О, господи. 4 тысячи рублей одна аптечка стоит нехило. Блин. Короче, мы нашли с вами Меченого, мы к нему подошли. Но говорить с ним нельзя. Гениально, вообще, я не знаю, почему так. Это ведь, типа, ну, Меченый, это легенда Зоны. Эээ, ладно. Нам сейчас надо будет с вами возвращаться в бар, на этот раз уже другим путем. Срать надо будет все свои деньги, это очень печально, как я уже говорил. Ну ладно, не страшно. Что, пацан тут просто стоять будет? Да. Что? А если мы его убьем, это вообще возможно? Понятно. Ну что, идем, значит, оставляем все деньги и перемещаемся в бар. А, сколько тут собак? Он в своего попал, господи. Господи, что происходит? Я тут истыкаю. Идите в жопу. Ну да. Все. Минус 262 тысячи. Грустновато, конечно. Ну ладно, что теперь делать? Не буду я тратить много времени на ради сэкономленных средств. Держи, минус 260-к. Просто жесть. Просто вы одуревшие гады. Что вы себе позволяете вообще? Ублюдки. Темно. Здорово, мэн. Меченый жив, он побежал в сторону кордона. На самом деле он никуда не бежал, на месте стоял. Ну ладно. Да, я в курсе, его сидорь еще предупредил, чтобы он не шел в сторону свалки. Вот, кстати, снайперка принес целостность и сохранность. Я, кстати, с него ни разу не выстрелил. Я просто так с собой стаскал. Ладно. Спасибо, возьми награду. Ну и успокоительное за счет заведения. Меченый скоро должен подойти. Ты пока встань за столик, который сзади тебя. Как он отдаст документы, я ему скажу, что ты хочешь с ним поговорить. Ема, мы же и так могли с ним поговорить. Да ладно, договорились, дождаться прихода Меченого. Ну иногда, короче, странные вещи происходят какие-то. Ладно, а как мне его ждать-то? Где просто за столиком реально стоять? Бармен сказал, что Меченый скоро придет, нужно дождаться его прихода, чтобы поговорить с ним. Ммм, ладно. Надо именно за столик все-таки стоять, да? Ну ладно. За это? Сука, за какой столик стоять? Давайте водки что-ли попьем. Или что? Или вы серьезно хотите, чтобы я тут встал и стоял? Да ладно. Ну это не серьезно, конечно. О, приперся. Смотри. Он, значит, типа отдает документы, да? Балаболей будете между собой? Вроде не балаболей. Хорошо. Ну типа они, как будто бы разговаривают, как будто бы он отдает ему документы, а я тут стою такой, типа, да-да. Бармен сказал, что ты меня прикрыл, а твояк. Спасибо. А то в последнее время они меня достали уже. Так ты же сам видел, что я тебя прикрыл. Алло, Стрелок, окамеченный. Сочтемся, Стрелок. Ты меня помнишь? Стрелок? Ты его знаешь? Нет, не помню. Ну да. Тебя же Стрелком кечут. Мы на ЧАЭС встречались. Ну да ладно. Это и к лучшему, что не помнишь меня. Видимо, ты меня путаешь с тем, кого я ищу. Я на ЧАЭС не был еще. Отвечет меня Меченым. А ты, кстати, кто? Нехило тебе память ошибла после выброса. Я наемник в отставке. Отвечет меня Шрамом. Хм, знакомая кличка, но на ЧАЭС я не бывал. Ладно, Шрам, приятно было познакомиться. Мне нужно наиндарить. Давай сделаем так. Я как освобожусь, пришлю тебе сообщение, где мы сможем встретиться и поговорить дальше. Хорошо? Ема, да что за бред? Мы же могли тут поговорить, алло. Ладно. Хорошо, мне нужно будет отдать тебе кое-что после лаборатории. Выполни на дождаться прихода Меченого. Дождаться прихода Меченого звучит как... Эм, ладно. А что дальше? А дальше ничего. Он текает опять куда-то. Ну и чё ты на меня смотришь, жаба? Мне-то чё делать? О, говорит. Чё ты меня показываешь, алло? Поговорить с ним опять-таки ни о чём нельзя. И это что получается? Мне теперь надо типа тянуть время, спать, гулять где-то там, выполнять какие-то квесты, чтобы мне стрелок прислал смс-ку в личку, мол, приходи. Шикарно. И по-хорошему нам надо с вами пойти в Припять. Припять прачечная, проводника там, блин, к сожалению, большому нет. И то есть нам надо будет, собственно, ручным туда переться. Блин, я дурак, я ж был. Ой, я дурак чего? Прикинь, я был, короче, в Сынной долине и не взял нужные мне вещи. Ну дурак, не правда ли? И что же, нам получается сейчас в Припять, да? Других вариантов как бы нет. О, новое задание, отправиться на место встречи. А, типа всё, да, он выполнил квест и вышел из лаборатории. Как будто бы прошло время, причём время-то толком не прошло, я просто вышел из вара, прошёл. Ну хорошо, мы с вами отправляемся на место встречи. Пойдём, он, наверное, нас там ждёт. О, да он же тут ещё. Вот он, стрелок, идёт. Хе-хе, а мне уже надо на место встречи отправляться. Мэн, ты куда? Просто куда-то идёт. Ну ладно, я с тобой, наверное. Эй, в смысле? А, ну вот, я перешёл. Вертолёт. Ребят, звук вертолёта, но вертолёта я не вижу. Вау! Ты чё, дурак? А, это нам показывают, понимаете, да, что? Типа там у нас, значит, зомбированные. Нет, 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 нет. Ты уже испугался, думал, по мне, короче, шмалять начну. Не, пацаны, там зомбированных мочат, да, отлично. То есть теперь излучение тут отключено, но это крайне странно, потому что я его мог отключить. Я был тоже в лаборатории, согласитесь. Прям, ну, прям, жесть как странно. Хорошо, отправиться на место встречи, я уже отправился. Для ждать с Мишкой, чтобы поговорить с ним. О, меня опять ждать, пока он там откуда-то подойдёт? Ну, господи, господи. Давайте ждать. Тут, кстати, мой барахло лежит, причём неплохое количество аптечек. Ой, вертолёты обратно летят. Интересно, я могу по нему попасть? Да. И что, вы же не будете по мне стрелять в ответ? Я маленький мальчик, не надо этого делать. Да, это, конечно, очень громко, но нам надо просто поговорить вот с этим дурачком. Привет, Срам, рад тебя снова видеть. Весело сейчас зомбированным на заводе. Представь себе, в лаборатории нашёл труп сталкера, и кого-то он мне напомнил. А кличка знакомая, призрак. Привет, тр... Тьфу, блин, меченый, я даже не знаю, где ты его видел. Вот вещи, которые я тебе обещал отдать. Фото группы стрелка КПК Призрака. Во, по центру которой, это он, который в лаборатории, справа. Ммм, чем-то этот сталкер на меня похож. А слева Клык? Стоп, откуда я его знаю, и откуда вообще у тебя эта фотка? Перед смертью призрак передал вместе с ПДА. Просил тебе отдать на фотографии группы стрелка. Справа стрелок, по центру призрак, слева Клык. И да, послушай последнюю запись в ПДА, и прочитай сообщение. Сейчас. Ммм, болотный доктор, я его тоже откуда-то знаю. Мне его надо найти, поговоря столько вопросов. Может, он знает ответы на эти вопросы, или я наконец-то вспомню. Конечно, поищи, у меня есть просьба. Можешь Сахарову помочь починить все шлем. Там ему какие-то измерения нужны. А как починиться, встретимся в баре. И там мне передашь шлем. Конечно. Максимально странные запросы, потому что как бы мы опять могли дождаться. Вертолеты тут все так же летают, стреляют. И он пошел, короче, куда-то. Ой, бля, не надо, не надо. Все-таки они, короче, шеваляют по мне, ты прикинь. Получается, можно здесь, да? Кстати, ничего такого. Ну, пожалуйста, больше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The Philosopher's Notes are 6-page PDF 20-minute MP3 distillations of the best books of grossball growth. I'll show you a few right now on sleep. The 101's, 50 classes, hour long, 10 of the best ideas in each of the domains we feature. And then the plus 1's are short-form micro-lessers. So the question is, what do you want to optimize today? Because we can help you up. Я снова здесь. Всем здравствуйте. Давайте сразу посмотрим, что в ситуации. Гвыз-то у нас довольно опасные. Почти все они ведут нас в лабораторию. Хорошо. Давайте перефразируем. Сколько лет мне нужно сидеть, играть вот эти все упражнения. Ну, не эти, там, много еще других. Еще я планшет куплю, наверное, там. Ну, а может и нет. Не суть. Сколько, да, понимаю, это да. Ну, наверное, лет не лет, но у кого-то. Ну, а что ты можешь знать? Вот смотри, если она понимает, то она наоборот только... А, ну ладно, ладно. Ну, это моя прицепка уже, да. Подождите ингредиенты в месяц. Да, подождите, про что есть нет. Ну, ты знаешь, там, может, какие есть... Визуально не всегда помогают. Трgos из с work. Стащиlane, которая была… Продолжение следует... 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 Не, нормально. Если пистолет выпадает по головам, то нормально всё будет. Всё, один прошёл. Сейчас будет жёстко.